друзья всем привет мы находимся сегодня в николаевке сидим и я спрашиваю алёшка ты хочешь на море поехать сегодня сегодня понедельник у нас вообще даже неожиданно хочу на море конечно хочу начинаю мониторить веб-камеры и обнаружить то что каждая камера даже южного побережья показывает везде шторм 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 смотрите все сами друзья всем привет сегодня 9 сентября понедельник и мы решили поехать на море но перед тем как поехать по мониторим сейчас погоду ну и в помощь нам придут веб-камеры крыма нашел хороший сайт крым медиапортал где представлено очень большое количество веб-камер крыма друзья можете тоже пользоваться давайте начнем пожалуй с ялты ялте как видите шторм люди не купаются вот стоят все на пляже смотрят море любуются штормом мужичок ходит мочит ножки пожалуй в ялту мы не поедем так ну давайте сейчас с вами по мониторим как ты бель окнув как ты беля штормите достаточно сильно тоже штормит уже то гуляют люди по набережной но купаться не вижу никто не купается собственно никто и не рискует зачем на мониторе увидите как ветер мотыляет палатку прям ветер сильный конечно очень большой шторм да все как тебе точно падает давайте посмотрим веб-камеры феодосии да люди не купаются тоже просто вот ходят по пирсу по набережной гуляют дышит свежим морским воздухом на часах уже 11 часов 1105 начал 12 вот феодосию мы тоже не поедем заходим в алушту наш любимую а в алуште шторм тоже не конечно не такой как феодосия то принципе даже такой же как феодосия камера мутная правда здесь знаю как вам видно не видно но я вам скажу шторм достаточно большой потому что видите прям заходят волны прямо на пирс алушта отпадает у нас я вижу весь южный берег крыма задувает штормит ребят но вот запустил веб-камеру поселка николаевка можете наблюдать что николаевки сейчас достаточно хорошая погода вот видите сейчас время уже 11 15 достаточно хорошая погода сами видите что штиль ветра нет возможно он сейчас дует в сторону моря вот судя по вот этим вот разводом а хотя может это и пикселизация качество но сами видите пляж полный ну прям что друзья едем николаевку посмотрим не обманывает ли нас веб-камера проехали мы где-то 150 километров уже едем друзья по николаевке и и и и и и и и в том году в том году как-то николаевка нам не зашла в этом году нормально надо поставить на заметочку что просто надо было не направо налево иногда надо полезно поворачивать налево 50 процентов гальки и 50 процентов песочка по песочек с камушками пирс каменный из камней прямо я думаю их при сюда привезли я думаю здесь таких камней принципе не было уже наверно все это завезли вот такой вот пляжик тоже спустимся можно наверх тоже подняться пройтись тот уже пансионаты дойдут пансионаты с видом прямо на море собачка как удивленно смотрит на нас должна узнала собачка даринчик здесь уже такое каменистая все ну а там вот выйти можно через калиточку ребята пришли вот в такой пансионат зашли во двор этого пансионата название к сожалению мы не знаем наверно название там мы сейчас прям вышли с пляжа но заход это вот там ворота здесь корпус такой-то корпус такой-то все так насажено прям супер юлка это вот забыл как растение называется так как и называть забыл каны каны вот ребят вот это вот кану это вот высокие растения с большими такими листьями каменные розы или как она называется тоже не помню это все относится сикулентом здесь чисто все вот сикуленты посажены розари разных сортов насажено его растет елочка на этой территории с 1905 года размещала царская таможня с 1917 года пограничная застава с 1961 года пансионат авангард ребят ну вот мы находимся сейчас пансионате авангард это буксус или русскус что за дерево не очень не могу сказать но вот такая вот аллейка красиво все насажено пансионат авангард ребят кому интересно по мониторте в интернете но тут вижу концерты проходят красиво очень красиво прям люди видно вложились в этот пансионат потому что мы прям красиво все сделали знаете как ботаническом саду гуляешь это этот человек русалка что ли русал а он и банановый пальма растут и вот пальма смотрите ребят ох и любим мы пальмы конечно у нас пальмы ассоциируется все таки да вот именно с чем-то сказочным с какими-то далекими странами это вот веерка еще бывают название ливенстона а вот ее ягодки олимпийский мишка собственной персоны этот который улетала его споймали и вот сюда поставили фонтан построен в 2007 году на месте бывшей таможни тысячи а что до 1905 год да красоте может еще погуляем давайте как красиво заплелось ребят карта николаевки кому интересно перерисовываете делайте скрин видео распечатывайте но это уже план схемы авангарда а Вставляла, куколки были. В моем детстве мало было у меня кукол. Ну, как платьички, да? Да, я не платьички, я вот так-то вставляла, спичечку находила. Это же, наверное, такое ощущение, как только распускаются, да? Или это уже ихние? Ну, вот же, бутончики, да, это еще. Ну, тут уже вот есть уже такие, которые... Уже отцвели. Знаете, какую шишку нашли? Нашли. Нашли шишку. Это кедр? Ну, вот. Кедр, кедр. Друзья, вот именно этот пансионат, он связан с спортом. Ну, судя даже по тому олимпийскому мишку. Вот, и здесь вот, видите, проходит арморестлинг. Сурфиния, петуния. Декоративная капуста. Его вставляют, даже бывают, в букеты. И денежку совывают, такой букет денежный именно, чтобы всегда капуста водилась. Вот комплекс такой. Еще советских времен, да? Да нет, я думаю, это уже такое, усовершенственное. Да нет, это просто страшно. Ну, то есть у пекли. Если бы усовершенственное, сейчас делают такие спортплощадки. Слушай, это водонапорная башня такая, что ли? Да. Прям такие бидоны стоят, бочки. А вот тут тоже, наверное, это как спортзал, видишь? Прямо такой большой спортзал. А, слушай. Что? Эхо там, да и нет? Наверное. Не слышал. Ленька занимается. Даже скаты поднимаются у меня. Ну да, это вот скаты. Ну, здесь, возможно, какие-то игры проходят. Конкурсы игры для парков. Да, соревнования. Ну, возможно, конечно. Сейчас заселяются люди. Ну, как бы все такие ухоженные, как бы мы внутренне заходили, но стоят евро окна, евро двери, как бы такое все. Ну, я думаю, нормально, как бы. Плохое здесь давать не будут. И вот здесь выход на террасу, да? Вот такая вот у нас терраса с шезлонгами. Вот загорают он люди на солнышке. Посмотрите, сколько отдыхающих приехало в бархатный сезон. Классно. Вон, смотрите. На водных лыжах гоняют. Супер. Ну, я на них была, как бы, в другой стране. Вообще, в другой. Я в этом, именно в этой стороне я была. Ну, вон там, да. Мне там тоже понравилось. Ну, была еще давно, лет 10 назад. Ну, там дальше, кстати, еще дальше. Там песчаная. Вот мы там были, да, в ту сторону. Больше всего я была вот на том вот глиняном лесу мы ездили, так, с родителями, потому что ближе всего было. И мне вот она не нравилась никогда. Вот эти глиняные, мутные, вот эта глиня, ну, как-то все так грязно. Ну, глина, здесь, видите, здесь все-таки... Лежит грязно. Здесь все-таки пациентов, они все-таки следят и убирают. Ну, сейчас, Ленечка, пойдем. И они убирают и как-то наводят порядок, чистоту. Там, да, идет набережная. Там красиво, она такая плиточка выложена была, еще так далее, 10 назад. Там красивенько было. Тоже там пляж, ну, такой же. И как-то там мне понравилось. Ну, я туда не... После того раза, хотя я с тобой больше не ездила. И потом мне вот запомнилась большая часть макалавки. Вот это глина, грязь, лякоть, много людей, толпучка. Тебя не ходят, чипсы ешь, они у тебя дай картошку, говорят. Ну, здесь я, кстати, не видел, уже изменилось с переходом в Россию. Ну, я тоже. И как бы мне вот это вот все запомнилось. Я как-то не хотела. Николай Ходченко ездил. Ну, у тебя плохие впечатления остались. А сейчас наоборот все, да? Сейчас вот, ну, вообще. Вообще все наоборот. По-другому вообще. Сейчас, Ленечка, пойдемте. С другой стороны посмотрел. Мне очень понравился пляж. Море как бы чистое. Да и все так чистенько, аккуратненько. Мусорки стоят. То есть, не мусорно. Да, очень чисто, кстати. Ребят, ну и между прочим, многие вот видят там посадки с пакетами все. Вот этот пляж бывает. Там, знаете, там пакеты валяются еще. Вы учитывайте то, что здесь бывают сильные ветра, как бы в Крыму, да. Бывают бури. И пакеты просто уносят там с ближайших стволок, ближайших мусорок. И пакеты уносят. На самом деле, это там не то, что там местные. Местные там именно, ну, многие там почему-то думают, что засирают все место. На самом деле, ну, вот эти пакеты, это бывает даже и бури приносит. Что не грешите иногда на местных. Вот, ну, конечно, свинюшки бывают люди, там, выпьют, накидают бутылок. Это, конечно, плохо, ребят. Убирайте за собой, ищите ближайшие мусорки, складывайте все в себе в пакетах и вывозите на ближайшую мусорку. Вот здесь вот стоит веб-камера, откуда мы смотрели. Вот, и вот, собственно, мы и по вот этому видео, благодаря веб-камере, мы и приехали сюда. Да, потому что вы видите, какой здесь штиль. Хотя южное побережье, и все просто вообще прям штормит. А вон там, да, ты же видишь, волны шпидают, он там. Да, там дальше, в той стороне, да, да, вижу, вижу волны. Вот, вон рыбу ловят. Прям прекрасно. Какие плюсы и привилегии для отдыхающих бархатный сезон? Ну, как мы для себя выделили плюсы. Это не загруженная трасса, большая часть парковочных мест, больше, меньше людей на пляже, то есть больше места для отдыха. Ну, я тебе скажу, людей много. Ну, да, вот там особенно дальше. Бархатный сезон, да. Вон, сколько людей там прям. Солнце не так сильно жарит уже, температура немножко на забавление идет. И море уже, море достаточно уже прогрелось. Ну и да. Море прогрелось уже хорошо. Вот это вот не надо там бояться, что мало ли оно еще холодное, как мы в июле, да, помнишь, поехали на море, а оно все еще холодное. Зависит еще от низовки. Если низовка прошла, даже летом будет море холодное. Если шторм, там, знаете, тоже. Мы вот, кстати, покупались, медуз не было. Да, медуз не было. Не заметил, вообще медуз не было. Многие даже от Сизовского моря, там, вот, медузы, там, медуз не было вообще. Ой, друзья, ну, насчет количества людей в бархатный сезон, я вам скажу. Бывает, знаете, тоже приезжаешь, хотя сегодня даже понедельник, сегодня не выходной день, а пляжи прям загружены. Вот, люди, посмотрите, сколько людей, прям пляжи загружены. Людей очень много, а в той стороне так там вообще, вот, в той стороне там прям людей, людей, людей. Лёня, Лёня, как и пойдешь, давай, слазь, слазь. Нет, так нельзя сидеть, слазь. Давай, самокат забирай. Хотя, учитывайте, что сегодня понедельник, друзья. Ну, вот он, бархатный сезон в Крыму. А южный берег шторми, людей всех сдувает. А здесь хорошо, друзья. Вот так вот. Ребят, все, мы едем домой. Накупались, нагулялись, прям огонь. Узнали для себя... Узнали для себя что-то новенькое, показали вам. Узнали о пансионате, авангард, на который вышли совершенно случайно. И то у нас потом в конце уже мы хотели выйти через ворота, нам сказали, как пришли через пляж, так и ушли. Мы говорим, а вам рекламку, между прочим, сделали. А, ну ладно, тогда хорошо. Вот. Нравится ехать по этой трассе Николаевской. Очень приятно, конечно, по ней ездить, потому что трасса ровненькая. Вот. Ну так, относительно, но ям так нет. Есть такие небольшие угорки, которых вы, собственно, и не замечаете. Камеры на 90. Да, да, да. Любителям погонять здесь, конечно же, не получится разогнаться сильно, потому что в основном, ребят, камеры стоят на 90. Вот. Даже не в основном, а здесь по всей трассе стоят камеры на 90. А почему сказал на в основном? Потому что в начале на 60, в населенном пункте, да. И Симферополя тоже выезжайте, там тоже на 60. А в основном, в целом, по всей трассе камер на 90. И камеры, прям, знаете, промежуток, там чуть ли не через каждые 3 метра, камера, 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 90, 90, 90. Я думаю, это правильно, чтобы не превышали скорость, потому что дорога очень ровная и прямая. И сами понимаете, если здесь не делать камер, ну, блин, будут гонять так, что, мама, не горюйтесь, да, аварий будет, авария за аварий. Не чувствуется скорость, да. Не чувствуется скорость, резкие повороты, естественно, то есть можно потерять управление, да и вылететь. Да, далеко, между прочим. Чего никому не будет. Все, ребят, понравилось видео, обязательно. Лайкайте. Кто не подписывал нас, друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь. Мы стараемся, ребят, очень стараемся для вас, чтобы... Ну, все, что нам нравится, все, что мы видим, мы стараемся это показать вам, где мы отдыхаем. Мы стараемся вам это показать и дать какую-то информацию. Может, эта информация не будет совсем именно для вас. как бы вот, именно для вас она не будет информации, потому что, возможно, вы уже здесь были, там, знаете, но все равно подписывайтесь, друзья, может, что-то новенькое узнать, потому что мы не только по, ну, там, на Южном, мы ездили на западное побережье и были на генеральских пляжах, а между прочим, сколько мы здесь живем, вот, в Крыму, мы сами крымчане, сколько здесь живем, мы на генеральских пляжах были в этом году, вот, 2019 для нас генеральских пляжах первые. Да, вот, вот вам, что не говорить уже про приезжих, про туристов. Да, очень много пляжей даже для себя открываем, так что, друзья, информация всегда полезна. Даже вот сегодня, да, вот, ну, первый лайкфакт. Хотите куда-то поехать, видите, шторм, у вас ветер, помониторьте, помониторьте, друзья, по веб-камере. А, сейчас объеду, строительная работа. Ребят, помониторьте по веб-камере, видели, как я это делаю? Так делает и Санечек Алексит, это, кстати, у него, я посмотрел, как это, ну, для себя на заметку взял. Очень удобно, на самом деле, вот, южный берег Крыма прям штормит, Азовское море штормит, блин, открываем Николаевку, на удивление нам, потому что мы сюда приезжали в том году, ну, тут был такой шторм, что вообще прям жесть. Вот, и на удивление нам здесь прям стоит штиль, ну, вы, собственно, сами все видели, это вообще огонь, конечно. Покупались, так, в свое удовольствие, бархатный сезон, вот, ну, все супер, конечно. Все, ребятки, буду смотреть за дорогой, прям загружена дорога, очень, конечно, странно, бархатный сезон, все должно уже, я не знаю, меньше как-то машин, но я вам скажу, людей такое ощущение, как будто даже больше стало, у тебя уже 8. Все, ребят, всем пока, спасибо, что нас смотрели, спасибо за внимание, всем огромный привет, пишите в комментариях, пообщаемся обязательно, все, друзья, пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok